Парим свое право на застройку, именно изменений зоны. Вопросы законности строения участков в районе Белого и микрорайона Каменка поднимались неоднократно. В защиту зеленых насаждений выходили местные активисты. А сегодня на прием к депутату Госдумы рассказать свою правду пришли собственники тех придорожных участков лесополосы, которые находятся по левую сторону трассы Симферополь-Феодосия. 48 собственников у нас, это район Белое, мы добросовестные покупатели. Мы брали участки напрямую, документы через кадастровые органы и так далее оформляли. Владельцы жалуются, что оформленная территория уже застроена домами. Сейчас же в генеральном плане города, который находится в разработке, их участки обозначены как зеленая зона. Депутат озвучил позицию власти в этом вопросе. Здесь позиция согласована и с главой администрации, и с главой республики. Там застройки не будет. То, что произошло, это, по сути дела, была афера, которая подтянута была под некие законные или правовые формы. Невозможность строительства в данной местности обосновывается в первую очередь целевым назначением территории, а также близостью федеральной трассы, которая после реконструкции станет шире. А ныне застроенная придорожная лесополоса со стороны села Белое в будущем должна вернуть свой зеленый облик. Прием граждан-депутата последний в этом году стал продуктивным. Жители полуострова обращались с различными вопросами. Так, в связи с дождливой зимой в микрорайоне Фонтаны не пройти, не проехать, жалуются жители. Пешеходных дорог нет у нас. Выход сейчас в троих детсадах, в школе нормального тоже выхода нет у нас. На будущий 2018 год запланирована разработка проектно-сметной документации по ремонту дорожного покрытия в микрорайоне. Тем не менее, это не значит, что проблему должны забыть, и вы за это время, до момента строительства дорог, должны плавать на лодках, либо на плотах самостоятельно выстроены. Давайте мы сейчас сконцентрируемся о временном решении. Совместно с администрацией города на проблемный участок дороги в ближайшее время выйдут специалисты. Оформление земельного участка, строительство детских садов и даже помощь в введении забытой крымской породы борзых. Все эти и многие другие обращения крымчан приняты в разработку. Арзых Асьянова, Асан Зевадинов, телеканал Миллет.